Ну что, продолжим, да? Ритуал и мечта — это два способа бытия, основанная на двух формах сознания. Я говорил, что несколький проспект, сюжетное зрение — сущий скандал. Потому что на Донецке выходят два человека, расходятся, и дальше происходят два разных рассказа. Один про бородчика, которого выбрали, который шарфнул ножкой и забыл. Такой его юмористический рассказ. А другой рассказ про художника, который влюбился, потом был становиться и, в конце концов, покончил с собой. Но рассказы совершенно никак не связаны между собой, сюжетные. Более того, нельзя представить себе их приятелями. Мечтателя художника и ритуального пирового нельзя представить приятелями, вовсе нельзя. Вы помните, как в «Белых ночах» ведет себя мечтатель. К нему, по-первых, заходят сверстники со службы в карты поиграть. Вчера провести обычные чиновники в карты играли. Ну, только не ночью, говорится, сыра. А вечером все от него сразу отвернулись. Все с хохотом от него ушли, потому что он не знал, что с ними делать. Он хотел обратную мечту. Можно? Он хотел обратную мечту. Он не знал, о чем говорить. И в конце концов, со смехом ушли от него и больше не приходили. Поэтому Гоголь идет и против сюжета, и против достоверности сюжета. Не может, по-ручу, пирогов быть приятелем художника Пискарева. Зачем Гоголь делает такие вещи? Потому что там, к чему Гоголя, интересно не рассказ составить, а сравнить два вида сознания. Два типа сознания. Только это. Они вместе выходят и расходятся. Дабы составить отношения друг с другом. Себя определить через иное. Интересно, что... Интересно, что... И то, и другое сознание, и ритуал, и мечтательность, они непосредственны. И в том или другом случае человек тождественен тому, что с ним происходит. Либо с ним происходит ритуал, и он и есть этот ритуал. Он не отличен от него, он не субъект ритуалу. Либо с ним происходит мечта, и он тождественен на мечте. Как Акакий Акакевич или тот же художник Пискарев. Не он владеет мечтой, а мечта им. И отсюда тема самосознания, когда самосознание, субъективность равна смерти. Хамабрут в диканьке, когда поднимает глаза, это Акак самосознания. Вы говорили об этом. Кстати, присоединяются люди, которым может интересно услышать первые лекции. Возьмите Булата адрес, это в общем доступе есть. Так вообще перестан ко мне ходить на лекцию. Будут с тапочкой сидеть дома, с кофе или с вином. Дурак попрется на реку. Опыт субъективности, опыт самосознания совпадает со смертью. Хамабрут совершенно ритуальное существо, как все диканьки. Но в попытке поднять глаза и увидеть инобытие, взглянуть в лазовие, эта попытка равна смерти. Поручик Пирогов почему шарковая ножка и забывает? Потому что он не может жить сознанием того, что не соответствует рангу поручика. Его выпороли, и он забыл. Почему забыл? Потому что этого не может быть с поручиком. Поручика может 10 раз усердить на дуэре, но выпороть его нельзя. Попытка жить, выйти из ритуала, жить с инобытием ритуала, то есть вообще говоря с хаосом. Потому что и ви, и выпортость, порка – это хаос для ритуального сознания. Это и на бытие чуть-чуть, что ритуальное сознание не терпит и не принимает. Что упорку, что взгляд веет. Это то, что не может случиться. И поэтому человек либо умирает, либо забывает. И точно так же для мечтательного сознания. Невозможно пробуждение. Потому что пробуждение было бы рефлексией. Было бы осознанием того, что мечта – это мечта. Человек стал бы в рефлексии, человек стал бы отличен от мечты. Завладел бы мечтой. Но этого не происходит. Пробуждение здесь так же равно смерти. Кстати говоря, с Макаром Алексеевичем девушкой нам случилось именно это. Когда его знакомая дала ему Шеннель Гоголя почитать, он увидел себя. Он увидел себя. Он был потрясен тем, что он выставлен. Его сугубо внутреннее существование было выставлено на показ, и он как бы посмотрел на себя со стороны и ушел в глухой запой. Он не выдержал пробуждение. Мечтательное сознание так же непосредственно, как и ритуальное. И поэтому и в том, и в другом случае рефлексия означает потрясение. Рефлексия не случается. Посмотрев на себя со стороны, Макар Алексеевич ушел к тишайшей, которого невозможно ожидать таких поступков совершенно. Сразу что умер или забыл. Ну вот еще один вариант. Вариант смерти, вариант рефлексии. Расстался сразу. По-своему. На неопределенное время. Надо сказать, что писатели, обращающиеся к мечтательности, к мечтательному сознанию, к мечтательному бытию, ну давайте их сравним. Поручий пирогов весь вовне. Он существует в пространстве. Он пространственное существо. Он тождественен жесту. А значит пространственно определен. Охлажник Пискарев внутри себя. Да-да, пожалуйста, не мнитесь там. Десятиминутные перерывы между занятиями, они, конечно, смешные. Художник пирогов тождественен жесту, а значит пространственно определен. У него есть тело. Более того, он сам и есть тело. А художник Пискарев внутри себя, у него тела нет. И, кстати, еще и поэтому Макар Алексеевич ушел в совершенном потрясении, ушел в запой, потому что ему показали его внешне, телесно. А этого нельзя делать с мечтательным сознанием. У него тела нет, как у Ахакиевича тела нет. Белинский пришел в восхищение от маленького человека, появившегося в русской литературе. Но Белинский имеет в виду социальную умоленность. И восторг приходит от социальной умоленности людей, появившихся, наконец, в русской литературе. Белинский даже не догадывается, этот социальный мыслитель Белинский, Виссарион даже не догадывается, насколько он прав. То есть, насколько маленьким человеком является Ахаки Ахакиевич. Он не социально мал, он метафизически мал. Он не просто сидит в углу, сгорбившись, никем не замеченный, что восхищает Белинского. А он математическая точка. Его вообще нет в пространстве, у него вообще нет тела. Белинский даже не догадывался, насколько он прав в своем восхищении. Это два разных вида непосредственности, которым одинаково противопоказана рефлексия. Самосознание, отношение к тому, что с тобой происходит. Рефлексия была бы отношением, самосознание было бы отношением к тому, что с тобой происходит. А это не дано непосредственности. Мечтателю не дано пробудиться. Ритуальному человеку не дано осознать себя, отличиться от своей жизни. А мечтателям сознанию, что, в общем, то же самое не дано пробуждение. У Борхисов замечательный рассказ. Мечтат, некий адепт в заброшенном храме, выполняет кем-то поставленную перед ним задачу. Во сне создать человека и затем выпустить его в живой мир. Он начинает с того, что представляет себе во сне, он сновидец. Во сне представляет себе огромную аудиторию, поднимающуюся вверх. И видит свою задачу в том, чтобы выбрать из этого огромного числа людей того, кто потом из его сна войдет в мир. Потому что он понимает, что выбор не есть творение. И он ставит себе более серьезную и более обоснованную задачу создать. И он во сне создает сначала сердце, потом печень, потом легкие. Большего труда занимает прическа. Очень много волос. Каждый волосок уже было создать в отдельности. Наконец он создал прекрасного юношу, который вышел от него в мир. Он ушел, выполняя какую-то свою миссию. А адепт остался. Совершенно опустошенный. Выполнив до конца поставленную задачу и не зная, что ему теперь делать. Поэтому, когда Сельва загорелась и стена огня пошла на него, он испытал облегчение. Но огонь подошел к нему и прошел сквозь него, не причинив вреда. Тогда Адепт понял, что он такой же продукт сна другого человека, как этот юноша, созданный им во сне. Ну и на этом заканчивается рассказ, потому что на этом заканчивается все. Это, на мой взгляд, превосходное представление того, что происходит со сновидцем, когда он понимает, что и сам он тоже сон. Это как раз тема пробуждения мечтателя. Потому что, когда сновидец, создавший другого человека, понимает, что и сам создан из сна, это и есть рефлексия. И на этом для сновидца все заканчивается. Больше ничего нет, больше писать не о чем. Это конец. У Картасара я никогда не встречал вот этого опыта пробуждения мечтателя. Картасар тоже пишет о мечтателе, мы говорили об этом в прошлый раз. Мечтатель, у Картасара мечтатель тоже играет со знаками и символами. Но я не видел, чтобы Картасар затронул тему пробуждения, пробужденного мечтания. А у Борхеса это и есть. У Борхеса много, опять же, мы говорили в прошлый раз, много просто про мечтателя. Но есть и вот эта тема, особенная совершенно тема, начатая Пушкиным, пиковой дамой, как мы говорили. Тема пробуждения мечтателя. Вот момент, когда Герман обдернулся, и вместо туза вышла пиковая дама, Герман пробудился, понял, что то, что он принимал за знак судьбы, дьявольское наваждение. Он-то, помню, и сошел с ума. Один умер, другой сошел с ума. Третий, самый благоприятный вариант, ушел в запой, самый доброжелательный. Уйти от самосознания. А кто-то просто понял, как у Борхеса, что он сам продукт чужого сна. Кстати, в американской литературе второй половины XX века, не только у Борхеса и Картасара, есть эта тема симпатичная, что мы все сновидения Бога. У мексиканских писателей я встречал эту мысль. Она попадается в современной литературе. Мы все сновидения Бога. Но нам не дано это знать. Если бы мы это узнали, все бы ушли в запой. В самом лучшем случае. И так перед нами до сих пор было в разных формах, в разных представлениях непосредственность. То есть, еще раз, тождество, неразличенность человека с его жизнью. И такие писатели, как Горгель, Достоевский, Пушкин, Борхес, Картасар, показывают нам... Именно Борхес, а не Картасар. Показывают нам невозможность рефлексии для этого сознания. Но рано или поздно в литературе появляется рефлективный персонаж. И возникает особая поэтика, совсем другая поэтика. Понимаете, когда предметом для художника является непосредственность, например, ритуальный человек, то этот ритуальный персонаж, он уже готов как персонаж. Его не нужно делать персонажем, он весь внешний. У него нет нутра. Он абсолютный персонаж. Поэтому получается, что Горгелю как бы делать нечего. Если бы были такие люди, их надо было просто, как, не знаю, как в солнечном городе, просто подсунуть магнитофон, куда-нибудь, что никто не заметил, и записывать в живую жизнь. То есть как бы Гоголю нечего делать в этой теканке, если бы она была на самом деле, ну, нечего делать в ней, потому что там уже совершается действо. Это можно просто записывать. А с другой стороны художник создает. Создает полностью, создает. Изначально, с нуля, из ничего создает этот персонаж. Потому что таких, конечно, в такой чистоте такого персонажа не бывает. И еще важно понять, прежде чем приходить к рефлективности, к рефлективным героям, к рефлективной литературе. Нам нужно понять, что, ну, по возможности избавиться от описательной поэтики. Уже давно материализм, артизм никому не навязывается, но мы сами себе все равно сидим в этой... Ну, в общем, нас выпустили в тюрьму, а нам доброшались навернулись, потому что нам не было в мире никуда идти. И так бывает. К сожалению, меня выпустили куда-нибудь обратно в тюрьму. В данном случае это выражается в том, что, скажем, Достоевский, когда описывает «Мечтатель», он описывает особый тип людей. Это не так. Так, разумеется, часто думаешь, это просто вот такой тип людей, который нашел маленький человек. Маленький человек. Гоголь нашел, Достоевский наш, Достоевский вслед за Гоголем нашел, не скрывая этого, что все вышли из Шинели. Вот. Найден такой человек. Вот есть такие люди, а есть такие вот люди. Это следствие описательной поэтики, которое у нас в головах есть и которое никак не... не выкорчевать из этой самой головы. Мечтатель в каждом из нас. Ничего нового не скажу, если скажу, что и ритуальный человек в каждом из нас, и мечтатель в каждом из нас. И принцип, по которому строятся вещи у Гоголя и Достоевского, тем же Достоевским, я уже упоминал, представлены. Ни один жених не прыгает в окошко перед самой свадьбой. Но нет ни одного жениха, который на мгновение захотел бы этого сделать. Берется стришок из каждого из нас и превращается в готовый, завершенный образ. Такого в принципе вообще художественного творчества. Поэтому ни в коем случае надо повторять эту глупость, что Гоголь и Достоевским нашли таких вот людей, и их описали, которые не большие, а маленькие. Наконец-то в литературе появился маленький герой, а то все были большие. Эту ошибку делать не надо. Когда мы говорим о ритуальности и мечтательности, мы говорим о самих себе, о нас. О каждой из нас, в котором достаточная доля, на самом деле, непосредственности, достаточная доля ритуальности, достаточная доля мечтательности. Я тут позавтракать забыл, зашел утром в кафе, взял булочку с джемом и кофе. Уселся, устроился удобно и чертыхнулся. Я правильно сказать, чертыхнулся. Типичный французский завтрак. Булочка с джемом и черный кофе. Утро в Париже. Ну, елки-палки, надо же так вляпаться всеми четырьмя лапами в этот жест, в эту позу. Ещё нужно понять, что текст прежде человека. Для непосредственного сознания текст прежде самого сознания. Как у меня в этом кофе. Сначала текст, а потом уже я. Я попал в текст, и очень хорошо. Печерин говорит о Грушницком. Его цель – стать героем романа. Больше ничего добавлять не надо. Понятно, что Грушницкий – непосредственное сознание. Цель – попасть в сюжет. В Диканьке даже цель только не ставится, потому что уже все попали в сюжет. Для нас с вами более сложного, для нашего более сложного сознания действительно может быть целью попасть в сюжет. Вот тогда жизнь и начинается. Текст прежде сознания для непосредственного сознания – это именно так. Для ритуалы и мечты – это именно так. Мечта тоже банальна. Что значит текст прежде сознания? Это значит, что мы идём по сюжету. То есть мы банальны по определению. С первого шага. Банальны не в ругательном смысле слова, а в смысле повторяемости всякого сюжета. Для непосредственного сознания я думал, вы уйдёте, я так тоже буду сидеть тут же без движения. Ужаснулся. Для непосредственного сознания текст прежде самого сознания. герой нашего времени в книжной мэрии Печорин говорит «Во мне живут два человека. Один живёт, а другой – мыслью». Вот этого раздвоения нет в непосредственности. И с этого раздвоения начинается совершенно новый персонаж и новая литература. Во мне два человека. Один живёт, а другой судит, если быть точным. Один живёт, а другой судит. Один живёт, а другой относится к тому, что происходит. И сразу перед нами встает вопрос, что, собственно, значит самосознание? Что, собственно, значит второй человек в нас? Тот, который субъект, который судит. Что значит отношение к жизни? Что значит это разрушение непосредственности и целостности? Но в Печоринском же нет двух человеков. Так, чтобы один жил, а другой судил. Нет, там одна цель – попасть в сюжет. Стать героем романа. А Печорин – совсем другой. В нём есть второй человек, который судит того, кто живёт. Того первого, который живёт. Что значит этот суд? Или, иначе говоря, что значит рефлексия? Даже интуитивно, даже не думая об этом, понятно, что Печорин совсем другой. Чем Акакий Акакевич, Рихома Брус, или Поручик Пирогов, или тот же Грушницкий. Печорин другой. И что значит эта другость? Читая книжную мэрию, мы получаем и ответ на этот вопрос. Рефлексия, отношения, суд – это авторство. Печорин не в сюжете, Печорин – творец сюжета. Это бросается в глаза. Печорину скучно. Он от своего друга доктора узнаёт, что его приятель Грушницкий страстно ухаживает за книжной. И Печорин потирает руки, говорит, доктор, славно. Понятно уже, что нам здесь не будет скучно. И доктор говорит, бедный Грушницкий. Печорин расставляет сети. Грушницкому трудно познакомиться с книжной. Они из разных миров. Грушницкий даже не попадает на те вечера, где в окно из толпы смотрит на свою милую книжну. Ему трудно познакомиться, но он знакомится. А Печорину легко познакомиться. Они одного круга, у них там десяток общих троюродных каких-нибудь племянниц. И княгиня, мать книжная, даже шокировано несколько, что он в первый же день не пришёл с визитом. Как следовало бы, безусловно, сделать. Печорину нет труда познакомиться с книжной, но он этого не делает, потому что это было бы банально. Княжна уже обречена, потому что Печорину скучно. Но не так же прямо прийти и свидетельно пригласить, делать ручку кренделями, пригласить на прогулку. Не так же. Поэтому, если Крушницкий ищет банальности, Крушницкий именно ищет банальности. Когда на музыкальном вечере книжна поёт, Крушницкий, облокотившись на крышку рояля и пожирая её глазами, говорит, прелестно, прелестно, ну, скулы свойственные, да? Но это не снижающая деталь. Никаким образом, это не снижающая деталь. Это выражение сущности непосредственности. Крушницкий ищет банальности, Печорин бежит банальности. Первое, что делает Печорин, это вызывает великолепную, бешеную ненависть к книжной. Он решает её общество. Сам никогда не терпел гостей у себя в доме. С утра до вечера у него толпится народ, потому что льётся рекой шампанское. Книжна, он переманивает людей, окружающих княжну, к себе. Он перекупает ковёр, он наставляет пенсне, шутка ли сказать, наставляет стёклышко на московскую княжну. Он армейский офицер, наставляет стёклышко, Печорин, кто угодно, но, во всяком случае, человек вкуса и человек хорошо воспитанный. Он изображает из себя хамо, чтобы вызвать пущую ненависть к книжной, пущую ярость к книжной. Он везде идёт против себя, не терпя гостей, он собирает гостей, безусловно, знает все приличия, нарушает эти приличия с этим стёклышком. Он всё делает против себя, чтобы... А ему всё равно, он автор. Он автор. Есть ли у автора свойства? Есть ли у автора характер? Разумеется, нет, он же автор. Он делает то, что задумал. Это все остальные будут куклы со своими характерами? Остальные не раздвоены. Остальные цельны, остальные части его плана. Сюжет входит, и сюжет составляется только из цельных натур, решённых рефлексии. Ни один рефлексивный человек не попадётся. Например, вера. Она не попадается в его сети. Она его любит по-настоящему, а не является марионеткой в некотором сценарии, построенном им. Это женщина единственная, которую он выделяет наряду с доктором. Доктор, разумеется, тоже не может быть частью его сюжета. А все остальные непосредственные. И поэтому попадают в сюжет. Сюжет ещё раз строится из непосредственных, завершённых, цельных персонажей. Может ли, как всякий сюжет, может с ним Мальвина задаться вопросом, да полно, Мальвин или я? Или Пьеро, он действительно Пьеро, или он думает, что он Пьеро? Вера говорит Печорину, ты можешь всё, что захочешь. Это действительно так, но это не означает, что Печорин — супермен. Это означает, что он автор. Причём его авторство сложно. Он не автор, как, скажем, Лермонтов, который пишет текст. Печорин и в тексте, и вне его. То есть, он действительно два человека. Один живёт, а другой судит. Но первый-то живёт, поэтому Печорин действительно раздвоен. Он и участвует в происходящем, и является автором. Он и герой, и автор одновременно. Поэтому с ним случаются забавные штуки. Он вдруг в какой-то момент, княжна всё-таки пленительна, юна, с хорошим воображением, неопытна, глупа, но вообще-то хороша. И Печорин в какой-то момент вдруг чувствует, что он влюбляется в неё, в княжну. И ничего глупее не придумывает. Я ещё влюблюсь. Он себя вынимает из сюжета, чувствует, что он попадает в сюжет. Потому что влюбиться, значит, попасть. Родиться в Грушницкого, понимаете? Родиться в Грушницкого. Когда он чувствует, что он вдруг очарован княжной, слегка хотя бы очарован, он себя отдёргивает, он вынимает из себя из сюжета. Ничего глупее нельзя придумывать. Я ещё в княжную и влюблюсь. У него нет ничего, кроме авторского тщеславия. У Печорина нет ничего, кроме авторского тщеславия. Всё остальное подчинено авторскому тщеславию. Надо быть хамом, будет хамом. надо завести друзей, никогда не любимый заведёт друзей. Надо сделать решительный шаг, он сделает это решительный шаг. Ничего, кроме авторского тщеславия. Если влюбится, он вытащит себя из этой влюблённости, потому что первым является всё-таки в нём субъект, тот, кто судит, а не тот, кто живёт. Заметив, что Грушницкий начинает княжне надоедать, скучноват всё-таки Грушницкий. Печорин выщитов, математический выщитов в этот момент делает шаг к управлению княжне. Её ненависть оборачивается интересом к Печорину. А потом и страстью к Печорину. Но всё это исключительно игра самого Печорина. И для Грушницкого, и для княжны есть своё место. Поэтому мы и делаем вывод, что рефлексия, самосознание, отношения, суд человека, разрушение непосредственности – это не что иное, как автор. Печорин – человек, автор. Печорин не имеет лица, не имеет обличия, не имеет характера, не имеет свойств. не имеет свойств. Он имеет только одно – авторское тщеславие. Вот если пойдёт не по его сценарию, тогда он будет уязвлён. Но только в этом случае. рождается такой сюжетный приём. в рефлюктивной литературе рождается такой сюжетный приём, совершенно определённый. Это незавершённость жеста. Незаконченность жеста. Она вытекает из сути дела. Этот приём вытекает из сути дела. Потому что Печорин и живёт, и судит. Поэтому он как это разрешается сюжетно? Поскольку он живёт, он совершает жест, поскольку он судит, он его не завершает, не заканчивает. Стоит жест закончить, а ты превращаешься в персонаж. Этот незаконченный жест самое трудное, наверное, что стоит понять в реликтивной литературе. Когда княжна окончательно и совсем любилась в Печорино, когда она, как и положено княжне московской заболевает чахоткой от любви, это уж само собой разумеется, доля княжон такова. в особенности московских. Он может не делать все, захочет, но даже с княгиней делать все, что захочет. Когда он требует, не оставила их, она уходит, хотя это совсем невозможно. Печорин требует невозможного по его желанию, чтобы мать оставила дочь с ним наедине. Она кедине это делает, видит состояние дочери. И вот в этот момент, когда он всего добился, он всеми словами княжня говорит, я вас не люблю. И не любил. Очевидно, что не просто не люблю, а и не любил. Монстр совершенный. Но есть, а как долго он добивался этого, своей полной власти, сколько он сил потратил, сколько жертв принес. И мы сразу вспоминаем с вами Онегина. Сразу вспоминаем Онегина. Тут Беринский безусловно прав. Как Онега и Печорова. Они похожи между собой. Онегин сколько усилий тратит, чтобы добиться любви женщины. Он готовит щелки соперников. Он разжигает эпиграммами нежданными все все женщины. Он всего себя посвящает этому, чтобы потом добиться тайного свидания, чтобы потом наедине давать уроки в тишине. Добиться тайного свидания. В черновиках у Пушкина добиться тайного свидания и наконец сорвать торжественный венец. Но Пушкин подумал и понял, что если сорвешь венец, станешь персонажем. Женец не должен быть завершен. Добиться тайного свидания, чтобы потом наедине дала уроки в тишине. Монстр. Победить женщину, добиться этой женщины, добиться ее тайного свидания и на этом остановиться. Таков Онегин, таков же монстрозен и Печорин. Но это не монстрозность, или это монстрозность, которая вполне объяснима. Она вытекает из сути сознания рефлективного. Если один живет, а другой судит, то тот, который живет, не может начать жест, потому что он и живет. Он должен начать жест, но не должен его завершить. Ибо если завершить жест, ты провалишься в этот жест и превратишься в Рушницкого. Не банальности искал Печорин, когда добивался книжной. Поэтому добившись книжной, он избегает банальности. То есть достижения той цели, которую он поставил себе. особо интересной вставляет история с Дуэрию. Русская литература любит Дуэрию. У Тургенева, Достоевского стреляется. У Пушкина стреляется, у Лермонтова стреляется. Везде стреляются. что произошло? Печорин совершенно в Рушницке ярости, в ревности, вместе весь. Находятся дружки, которые берутся руководить и придумывают такую месть вызвать Печорина на дверь, причем на очень жестких условиях, на шяти шагах, со стрельбой насмерть и не вложить пулю. Заставить пережить весь этот ночь перед Дуэрию, все это пережить, а превратить фарс. На фарс выразить можно одним способом, ранить, до первой крови стреляют, ранить, а чтобы не отомстить, не убить, разумеется, но отомстить, жестко, жестоко, подло отомстить, но отомстить. Совершенно очумевший от своей мести добрый по натуре Грушницкий соглашается на это. Подбиваемый Грушницкий сам бы ни за что такого гадости не придумал. Но ранить, понимаете, как у Пушкина, встать на благородном расстоянии и целить вляжку или висок. Так вот вляжку, а не висок. Печарин случайно услышал этот разговор и пришел, естественно, в ярость. Во-первых, любой человек придет в ярость, когда вдруг узнает, что с ним хотят такую же штуку учредить. Но у Печарина своя причина. Он по природе кукловод, а тут из него решили сделать Ваньку. У него особая причина для ярости. Он к доктору Вернеру обращается, доктор Вернеру приходит в ужас, потому что Печарин не хочет менять, мешать планам. Он, так сказать, соглашается и они являются на дуэль. Печарин не замечает, что пуля не вкладывается и делает только одно. Что сделал Печарин? Вы помните? То есть, разумеется, помните, даю тебе отчет, что сделал Печарин. Что сделал Печарин? Все знают Крежномари наизусть здесь. Что что сделал Печарин? Он сделал вот это. Как все хорошо помнят. Показываю еще раз. Он сделал вот это. он стал на край пропасти. Вот что сделал Печарин. А теперь встаньте на место Грушницкого. Нельзя ранить. Нельзя вляжку. Что вляжка, что висок. грушницей просто сходит с ума. Он не может убить безоружного. это и не не входило в планы. Он хотел зло отомстить. Выстрелить вляжку. Шести шагов не промажешь. Шесть шагов оборачивается как бы. С одной стороны, это жестокость. стрельба насмерть обычно условно, но иногда бывает, что и неусловно. Бывает из шести шагов. Здесь как раз шести шагов, но для того, на самом деле, чтобы легко ранить человека, ни в коем случае не убить. куда целишь, туда и попадешь эти шаговы. Грушниц исходит с ума. Он дико вопит и, даже мунившись, куляет. А что ему делать? Делать нечего. Условия доверия таковы, что в воздух не выстрелишь. Во-первых, он чувствует себя оскорбленным. Во-вторых, воздух не выстрелишь, прежний перестреливаться до крови двоей. И сколько можно? И не признаешься. Никак не признаешься. Не откроешь. И он просто вопит влагиматом, зажмуривается и палит. И чуть-чуть даже задевает Печорина. А дальше уже все просто. Печорин спокойным голосом говорит, что вы, видимо, забыли положить пулю. Все против, но Грушницкий говорит, пусть, 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 потому что Грушницкий сломлен. Грушницкий сломан. Он же все. Сломлен окончательно. Он просто хочет, чтобы его убили. Он разрешает и Печорин предлагает ему дружбу при условиях извинения. А что он еще может предложить? Не оскорбляя Грушницкого. Он предлагает просто прекратить дуэль. Грушницкий вопит, что если меня не застрелить, я его заезжу мучу. Ну раздаются выстрелы. Скала оказывается пустой. Что делает Печорин? Печорин возвращает себе авторство. Печорин возвращает себе авторство в сцене дуэли. Он рискует жизнью. Из этой стрельбы Грушницкого бог знает, что могло получиться. 50 на 50, наверное. Он рискует жизнью, серьезно рискует, но возвращает себе авторство. Над ним хотели пошутить, сделать из него куклу. Он из Грушницкого делает куклу. Он стоит на краю и смотрит в глаза Грушницкому, наслаждаясь тем, в каком положении этот бедняга оказался. Он мстит. председателем. Кстати, очень интересно, что доктор Верна недоволен Грушницким. Вот странность казалось бы Грушницкого, недоволен Печориным, извините. Странно, Печорина хотели убить, или по крайней мере поиздеваться над ним самым злым и подлым способом. Печорин в ответ предлагает прекратить, когда он раскрыл, отомстил, и предлагает все-таки не убивать друг друга. Вынужден стрелять, потому что Грушницкий не оставляет ему выбора. Из уважения к Грушницкому, дабы не оскорбить того же Грушницкого, он его убивает по нормальным законам дуэли. И доктор Верн недоволен Печориным. Он недоволен Печориным. Когда Печорин говорит, что очень устал и сейчас заснет, Вернер бросает ему с пяти, если можете. Чем недоволен доктор Вернер? Тем, что в этом случае Печорин мстил. Он не только был автором, но он мстил. А это не входит в правила реликимного сознания. Он был так разозлен тем, что его хотят в куклу превратить, что он переступил этот шаг. Он не вынул себя и сюжет, как обычно. Он был захвачен местью. И сам Печорин говорит, кто же не совершал со своей совестью таких сделок. Печорин все-таки в конкретно в этой конкретной ситуации был недостоин сам себя. Он был живым. Он был недостоин сам себя, потому что он был живым. Его задело. Только хотел обойти с ним Брушницкий. И он опустился до живого чувства. До мести в данном случае. Это все равно как он влюбился в книжну. Оперся на рояле и произнес Меток Брушницкого прелестно. Доктор Дернен бы его не понял и осудил. Но то пустяшный случай с книжной а здесь все-таки человека убили. Доктор Вернер недоволен Печориным. Это очень интересно. Похожая ситуация в бесов Достоевского. Где Ставрогин тоже стреляет в воздух. А его спутник Ставрогина для которого Ставрогин солнце им недоволен. Говорит, заслуги нет. Но это совсем другая поэтика. О нем будем говорить, если время позволит. Просто такое внешне типологическое персонаж тоже горячей местью. Потому что Ставрогин отца за нос провел прилюдно. Ставрогин тоже старается избежать. И спутник Ставрогина, для которого Ставрогин прямо солнце, им недоволен. Говорит, заслуги нет. Нет заслуги. Лоб подставил, не хотел стрелять другого. Там тоже близко расстояние. Типологическое сходство сцена безусловно есть, его стоит отметить. Но сцена Достоевского разбирать надо исходя из поэтики Достоевского, а не поэтики Лермонтова. Это только внешне типологическое сходство. Печорин здесь изменил себе, но обычно Печорин себе не изменяет. И мы видим, во-первых, идею, во-вторых, сюжетный ход. Идея в том, что перед нами рефлективный персонаж. А сюжет это выражается в том, что это персонаж автор. И причем двойственный автор. И персонаж, и автор. Этот персонаж и автор находятся в отношении между собой. И следствием это является еще один сюжетный ход. Это незавершенность, как я уже сколько раз повторил, незавершенность жеста. Жест должен начаться и жизнь должен не закончиться. Жест должен начаться, потому что Печорин персонаж, и жест должен не закончиться, потому что Печорин автор. И ни в коем случае не хочет потерять себя всю жизнь. если он добьется книжной, добьется тайного свидания и сорвет торжественный венец, он природится в рушницком. Поэтому человек вроде бы ставит цель, огромные жертвы приносят, чтобы ее добиться, но в последний момент останавливается в незавершенности, останавливается в незаконности и остается автором происходящего, происходящего с ним. С появлением рефлективной литературы появляется новая оппозиция. Вот Гоголь оппозиция мечтательности и ритуальности, и на этой оппозиции все строится. Написал бы Гоголь два разных рассказа, написал и еще раз извините к теме, написал бы Гоголь два разных рассказа, и получилось бы два цельных разных рассказа, которые каждый имеет сюжет, в одном случае влюбился и выпороли, в другом случае влюбился и покончил с собой, вот, и не связать было бы их в одно, это было бы два разных рассказа и никто бы не догадался, что это какова цель писателя. Писатель написал один рассказ, сюжетно безобразный, невозможный, люди выходят и потом не встречаются, сюжет это просто два разных рассказа, почему-то взятых под одну крышу. Вместе вышли на Невский проспект, все, что связывает эти два расскажут. Но потому что они вместе вышли, получается совсем другая вещь, получается выстроенная оппозиция ритуальности и мечтательности. А здесь у Лермонтова Печорин-Грушницкий, Печорин-Грушницкий, явная оппозиция, которая заканчивается дуэлью. Возникает оппозиция рефлективного и непосредственного персонажа. Рефлективного и непосредственного персонажа. Русскую литературу вообще трудно понять без этих оппозиций. Сюжетом все хорошо в книжной мэрии, но внутренним смыслом произведения является оппозиция непосредственности и рефлективности. Следующим у нас по порядку идет, как вы догадались, уже Евгений Онегин. Я только одно сравнение провел. Евгений Онегин целостное произведение, в центре которого тоже стоит рефлективный персонаж, который, добившись тайного свидания, все-таки дает уроки в тишине, а не срывает никаких венцов. Но это отдельная тема, отдельная тема, не хочется начинать и прерывать, поэтому в следующий раз мы начнем с Евгения Онегина. Все на сегодня спасибо. Спасибо.